Всем привет! Я очень рада видеть вас на своём канале. На самом деле, с утра я проснулась с настроением записать небольшой уютный блог, рассказать, как вообще у меня дела, потому что я давно не появлялась на канале в каком-то таком формате. И вообще на месяц пропала, когда переехала в Москву, поэтому мне захотелось немножко вам порассказывать, как у меня дела. Также хочу сказать, что у меня есть телеграм-канал и группа ВК, которую я веду активно, поэтому внизу будут ссылки в описании. Можете перейти и подписаться, там я появляюсь гораздо чаще, чем на ютубе. Вообще сейчас активно хочу начать выкладывать ролики на ютуб, но они будут в более таком формате Титок, такой рубрике, где мы больше разговариваем с какими-то гостями, потому что сейчас очень много новых знакомств и очень много интересных людей, чьи истории мне лично интересно послушать, и они могут рассказать что-то полезное и вам. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео подобного формата. Ну и иногда я буду разбавлять их чем-то вот таким, что вы увидите сейчас. Вы спросите, что за прекрасные цветы у меня на фоне? Расскажу. Мой папа недавно прилетал в Москву на церемонию в обручение награды. Он писатель и, собственно, был финалистом конкурса. Прекрасные цветы теперь у меня в комнате. Я считаю, что мы с ними отлично сочетаемся. Вообще сегодня довольно насыщенный день, потому что мы с девочками вечером собираемся пойти в Музей современного искусства. У нас здесь уже образовалась такая небольшая компания, поэтому я надеюсь, что мы классно проведем этот день. Вообще по поводу музеев, кто не знает, но живет, например, в Москве или собирается приехать, то каждый месяц в году, да, выделяется какая-то неделя, где можно ходить в музеи бесплатно. То есть вот с понедельника по воскресенье можно было ходить в какие-то музеи бесплатно. Там определенные дни, определенные музеи. Там были и, не знаю, музей космонавтики, квартиры Цветаевой, Маяковского, Булгакова. Вот мы идем в музей современного искусства, и там каждый день было что-то свое. Также можно было посетить бесплатно усадьбы, там Царицыно, Курсково. Это очень классно, очень классная возможность походить по музеям в свое удовольствие, не потратить деньги. Поэтому, да, если поедете, то следите за этими датами. Точно такая же неделя будет и в последующих месяцах. То есть, например, там в ноябре то же самое будет. Если говорить по поводу учебы, то сейчас я активно ищу практики различные и поделюсь своей небольшой победой. Я взяла интервью у прекрасной журналистки Татьяны Антоновой. Это корреспондент, собственно, московского комсомольца. Мне получилось взять у меня интервью. И вообще это было задание для допуска к сессии, но я решила позаботиться заранее. И мне очень было интересно вообще пообщаться с ней. И это очень классный опыт. Очень понравилось, в принципе, брать интервью, договариваться об этом. Возможно, в дальнейшем будут еще, и я смогу договориться с кем-нибудь из, не знаю, опытных журналистов. Просто у нас было задание именно взять интервью у журналиста, который имеет стаж больше 10 лет. И, собственно, еще важный пункт — это чтобы он был не твой знакомый. Потому что я могла взять интервью у тети, например, но это было бы очень легко, потому что ничего не стоит позвонить тете, да, спросить что-то, а позвонить незнакомому человеку, договориться — это гораздо большего стоит и даст тебе гораздо больше интересных знакомств, связей каких-то и, в принципе, опыта коммуникации. Кстати, за месяц моего отсутствия я еще успела слетать в Мурманск, и я не вставляла это на этом канале, но есть видео на Влоговом, будет где-то вот здесь. Можете посмотреть. Там я иногда буду появляться, но это, честно говоря, больше канал, что если я не знаю, хочу ли я выкладывать его на основной, я выкладываю на Влоговый. Так что, да, возможно, иногда там будут появляться какие-то кусочки из моей жизни. Я вчера успела купить билет в Большой театр. Это, конечно, шок, потому что там есть молодежные программы, которые рассчитаны, что ты, например, покупаешь билеты за неделю до самого представления. То есть я не знаю, бронируют ли эти как-то места, но, тем не менее, этих мест обычно очень мало, и это был, конечно, очень большой рофл, потому что я сначала хотела попасть на историческую сцену, думаю, ну, классно, схожу по этой программе. Знаете, какие там места предоставляются для молодежной программы? Стоячие. Стоячие места в Большом театре. Я такая, ну, я, конечно, хочу в Большой театр, я хочу посидеть, а не постоять три часа. Но это всё равно не круто. Я вообще не знала, что в театре есть стоячие места. Не повезло мне немножко, но я попала на новую сцену, купила. Она тоже очень красивая, тоже находится в центре Москвы, и я думаю, тоже будет очень интересно туда попасть. Но кусочки оттуда будут попозже, возможно, в следующем видео, возможно, на блоговом канале. Так что увидим. Такая моя разговорная, длинная, вступительная часть о том, как у меня дела закончились. Предлагаю прийти в Музей современного искусства. Радочарую всех тех, кто хотел увидеть Музей современного искусства, потому что мы туда сегодня не попали. Это, конечно, было неудивительно, потому что мы живём в стране, где все любят халяву, как и мы сами. Но суть в том, что была огроменная очередь, она просто выходила за калитку музея и тянулась по улице, да. Поэтому мы на это всё посмотрели. Наша одна девочка из нашей компании пришла пораньше, где-то минут на 20, и за это время она продвинулась на очень небольшое, потому что времени. Хотя у нас были куплены билеты, то есть просто была очередь в музей, такая большая, и мы решили не стоять и просто пойти погулять. В итоге вместо Музей современного искусства мы сидели туда до пиццы, отдыхали, болтали, потом гуляли, зашли в сад Эрмитаж, и сейчас будет обзор на мои любимые вкусности. Напротив нашего общежития есть панза пекан, и там продаётся два лучших торта в моей жизни. Это Москва, и банановое что-то там, но это выглядит очень вкусно. Сейчас ко мне придёт Женя. Это одна из девочек из нашей компании, мы хорошо общаемся, и как раз-таки торт Москва — это её. Я свой торт Москву ела уже сегодня днём. У нас очень атмосферно, это кофейня, я не знаю, кулинария, что это, недалеко от общежития, и я не знаю, поняла, что ни в коем случае нельзя себя ограничивать в таких радостях, потому что лично для меня это очень и очень важно — посидеть, попить чаю, не торопясь. Это реально наслаждение какой-то жизнью, моментом, и для меня это очень и очень важно, мне этого очень не хватало, и я так прекрасно себя чувствовала, востоку я поела этот торт в Москву. Поэтому сейчас у нас вместе с Женей будет такое вечернее чаепитие. Ну и я хочу завершить этот влог. Новость о том, что я купила тыкву, это значит, что на следующей неделе будет видео про Хэллоуин. Мне нужно говорить о том, что в России его не празднует, я знаю, мне об этом сказал мой близкий друг, я думаю, да, действительно, а то я забыла. Но я хочу сказать, что ёлку начали наряжать при Петре I, и мандарины у нас тоже в России не растут, поэтому традиция — это такое приходящее явление, и поэтому я думаю, что Хэллоуин просто даже как какой-то фестиваль без религиозного подтекста. Довольно классный и прикольный праздник, и я праздную его с пяти лет, как только пошла в школу английского, у нас всегда на Хэллоуин что-то проводилось, какие-то костюмированные, ну, типа, вечеринки, конкурсы рисунков. Это было классно, всегда весело, поэтому я не вижу ничего плохого в этом празднике. Мне кажется, он очень прикольный, очень интересный и необычный для нашей культуры, поэтому ждите в следующую субботу или пятницу видео про Хэллоуин, будет классно. Ну и давайте с вами попрощаемся. Большое спасибо, что смотрели это видео до конца, мне это очень-очень приятно. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok